Ольга Назарова. Лысая собака с синим хвостом или «Хозяйка, ты спишь, а мы тут всё уронили?» Часть первая. Хозяйка, ты спишь, а мы тут всё уронили? Глава первая. Лысая собака с синим хвостом. Ей оставался один день жизни. Собственно, это никого и не удивляло. Финансирование приюта было прекращено. В качестве особой милости всем животным, там содержавшимся, дали неделю на пристройство. Работники приюта и волонтёры начали судорожно кидать объявления с просьбами о помощи. Кого-то успели забрать, кого-то нет, а у кого-то и шансов не было. Она была из последней категории. Толком никто не знал, сколько ей лет, но было понятно, что явно не меньше двух. Информации о ней было совсем мало. Её хозяйка, которой было уже 80 лет, умерла. Это не сразу узнали. А когда соседи вспомнили, что что-то несколько дней её не видели и вызвали милицию, дверь вскрыли и обнаружили старушку, вокруг которой лежали три собачки. Никаких душераздирающих подробностей вроде обглоданного тела и прочих страстей не было. Просто три собаки прощались с хозяйкой и с жизнью. Истощены были до предела. Но из этого состояния их сумели вывести, а вот пережитый стресс так просто не сдавался. Двоих, более устойчивых психически, сумели пристроить, а третья... Третья боялась всего до судорог. И все попытки отдать её в добрые руки неизменно заканчивались возвратом сумасшедшей и нервной псины обратно в приют. Она забивалась в любую щель и замирала там, не реагируя на попытки с ней поладить. Она маленькая, размером с кошку. Простуженный голос в трубке устало рассказывал о безнадёжной собаке. «Приезжайте, посмотрите. Ну, вдруг вам понравится. А может, кто-то другой? Пожалуйста, только приезжайте». «Я по сей день очень благодарна той женщине. Мы приехали, и нас отвели в комнатушку, где лежало нечто. Она на фото была в рыжеватой шерсти, а сейчас...» «Нет, вы не подумайте, пожалуйста. Это не зараза. Мы проверили и на лишай, и на демодекоз, и на всё остальное. Скорее всего, стресс». Сотрудница приюта безнадёжно рассматривала совершенно лысую собаку. Местами на шкуре были красные очаги воспаления, покрытые мокнущими струбьями. «Да вы познакомьтесь с ней!» Женщина взяла собаку, и та окостенела от ужаса. Одела на неё ошейник и поводок и вручила нам. «Ой, ну иди уже! Хоть какой-то шанс тебе!» В сердцах сказала она псине. А та с перепугу начала дрожать. Поводок пришёл в движение и начал напоминать идеальную синусоиду. Такой интенсивности была дрожь. Мы переглянулись. Нет уж, на такое мы были ни разу не готовы. Лысое, сумасшедшее создание, гораздо больше кошки, качающиеся на тонких голых лапах, колотящиеся и явно собирающиеся упасть в оморок. Мы что, совсем того? Мы её забираем! Вздохнули мы в один голос. Я до сих пор не знаю, как мы на это решились. Наверное, от невозможного ужаса, который чувствовался и в приюте, и в этой собаке. Такого ледяного, безнадёжного и беспросветного. Ну и ладно. Я волокла на руках переноску, в которой сидела собака. Ясень пень. Размеры её оказались гораздо больше, чем у кошки. А переноску-то я взяла хоть и большую, но кошачью. Февраль месяц, мороз. Собака лысая, как колено. За пазуху её не возьмёшь. Во-первых, большая, а во-вторых, страшно грязная и вонючая. В переноску-то нам её на радостях упихали все сотрудники приюта, но голова торчала из открытой дверцы. И по этой причине нас в такси не повезли. Вид у неё был такой, что приличный водитель и на порог машины не пустит. И его очень даже можно понять. В метро вокруг образовался приятный в час пик вакуум. Хоть какая-то польза, переговариваясь мы, стоя посреди толпы, совершенно вольготно и свободно. Сколько же мы её отмывали, а потом сразу же потеряли, вымыли, вытерли, выпустили из ванной, и собака растворилась. Слушай, а куда оно делось? Мы обыскали все доступные собаке помещения. Кошки в полном составе презирали нас со шкафов и подсказывать не собирались. В конце концов пропажа нашлась в кошачьем домике когтеточке. Как она ухитрилась туда утрамбоваться, я и по сей день не представляю. Но вытащить её оттуда было уже невозможно. Пришлось домик вскрывать как консервную банку, отдирая пассатижами его верхнюю часть. Собака, вытащенная из домика, висела в руках помирающей тряпкой и явно прощалась с жизнью. На слова, уговоры, поглаживание не реагировала. На еду тоже. И как её кормить? Капельницу ставить, что ли? Что она ела-то? Перепробовали всё. Оказалось, что в качестве еды она идентифицирует только совсем жидкую кашу. Варёную курицу она не поняла. Мясо тоже. Лакомство вообще видела первый раз и не интересовалась абсолютно. Потом приноровились и уговорили её слизывать с рук кусочки собачьих консервов. Из миски она их не брала, стеснялась. А с руки, ну, наверное, может быть, это всё-таки ей дают. Месяц после её водворения в наш дом мы её видели только в лежащем состоянии. Попытка вынести её на улицу закончилась сердечным приступом собаки, и ветеринар, пожав плечами, посоветовал оставить её в покое. Она так всего боится, что и правда умереть может. Да, от страха. Особенно боится того, что её выкинут. Поэтому шаг к входной двери она воспринимает как то, что её жизнь закончена и впадает в панику. Я никак не могла понять, как мы будем с ней решать туалетный вопрос, пока не увидела, что она поглядывает за кошками, пользующимися лотком в туалете. А потом, нервно озираясь по сторонам, крадётся туда же и все свои дела делает в лоток. Хорошо, что лоток был огромный. Этот вопрос был решён самой собакой. Ой, бедненькая, ой, какая несчастная собачка. Эта соседка пришла в гости и наткнулась на это лысое и в струбьях создание. Местами красное и с ярко-синим хвостом. Ты только не обижайся, а что у неё с хвостиком? Виляет, лаконично объясняю я. Вижу полное непонимание и рассказываю подробнее. Она вроде сообразила уже, что её тут не обижают, ну и научилась вилять хвостом. А теперь так этому радуется, что хвост стучится обо всё. Все поверхности, углы, ножки стульев, а шерсти-то нет. Сама видишь, вот и набивает синяки. Оксана — человек добрый. У самой собака есть, она с жалостью смотрит на странное создание и только головой сочувственно качает. Ой, а вы вторую собаку взяли? Да, прости, той уже нет? Та же соседка через два месяца. Оксана, да ты что, это она же, Умка! Я указываю на Умку. Знаю, пальцем тыкать некультурно, а что делать? Быть не может! Её удивление вполне можно понять. Собака оказалась сладенькая, рыжая, в беленьких носочках и хвост тоже оброс. Он вполне себе солидный, только всё равно стучится обо всё. Умка! Она в честь Умы Турман. Такой же широкий лоб и некоторая загадочная отстранённость во взоре. Хотелось бы мне написать, что от ласки и заботы она стала совершенно нормальной, но это не так. Большую часть своего времени она проводила под кухонным столом. Там её нора. А в норе безопасно. Нет, она и радуется нам и хвостом виляет, а где-то через полгода научилась лаять и петь. Поёт широко, открыв рот и затягивая тихонько выпрашивает всякое вкусное, приходит и кладет голову на колено, а когда думает, что ты ее не замечаешь, усиливает давление. С кошками ладит изумительно, с остальными собаками тоже, а вот люди... Пока человек сидит, это куда ни шло, стоит только встать, и умки паника. И более чем через 10 лет она все равно боялась резких движений, громких звуков и чужих людей. Года два назад у умки случился инсульт, мы думали, все, не выживет. Фигушки, справилась, выжила и напрочь перестала бояться. То ли впала в щенячество, то ли видеть хуже стало, и резкое движение не кажется таким уж пугающим, кто знает. Но умка начала получать от жизни истинное удовольствие. Ходит, попрошайничает, постоянно виляет всем хвостом, радуется. Безукоризненно пользуется кошачьим ладком и тихонько поет, когда есть настроение. Странная и любимая рыжая собака. Собака, у которой много лет назад оставался один день жизни.